Микс Ньюс. Life is good. Люблю. Life is good. Приятно слышать и всегда уместно сказать. Теперь каждую среду в 10.00 мы говорим вам «Люблю». В нашей новой передаче «Люблю лайф». Life is good. На Радио Болтком. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели, радиослушательницы особенно, потому что в эфире я, меня зовут Инна Авина, я главный редактор женского журнала «Люблю», который знает вся Латвия, и «Глянцево люблю лайф». Это журнал, который отличается от «Люблю» тем, что он выходит раз-два месяца, и он у нас такой особенный. Это журнал, посвященный жизни, который, может быть, мы живем уже сейчас, о которой мы бы мечтали, о которой нам бы хотелось думать, что есть мир, в котором все хорошо, в котором, ну, наверное, меньше каких-то приключений не очень приятных, которые происходят с нами, в которой не надо думать о каких-то очень сложных, таких жизненных проблемах, но зато можно отвлечься, можно помечтать о том, в какое путешествие мы отправимся, когда, наконец-таки, в мире опять все будет хорошо, когда что-то будет придумано с этим коронавирусом, который держит нас всех в напряге. И это, наверное, та жизнь, которая продолжается, несмотря на все внешние обстоятельства, потому что нам все равно нужно радовать свою семью вкусным оведом, нам нужно заботиться о своих близких, нам надо думать о их душевном и эмоциональном самочувствии, нам надо, в конце концов, не забывать о собственной красоте, ведь если не мы будем радовать окружающих своим прекрасным внешним видом и улыбкой, тогда кто же, правильно? Поэтому, если вы, например, мама семейства или бабушка семейства, и вы уже отправили детей в школу, и вам повезло, они все еще ходят в школу, а не учатся на удаленке, ну и если они даже учатся на удаленке, вам все равно надо подумать об обеде, и тут как раз-таки наш прекрасный журнал «Люблю лайф» предлагает вам чудесное блюдо, которое и позволит сделать красиво, и вкусно, и полезно, потому что эта чудесная рубрика «Уроки гурмана» представляет такое деликатесное блюдо, как рататуй. Деликатес-то он деликатес, хотя родом он и из низов. Уж я не знаю, все ли из вас знают, что означает это слово рататуй, ну классно звучит, и наверняка многие помнят мультфильм, особенно те, у которых дети сейчас, тинейджеры, ну какое-то время назад он был невероятно моден. Так вот, прекрасные люди-французы таким красивым словом «рататуй» называли еду, прошу прощения, заранее в эфире, которая переводится как «жиротва». То есть это какая-то такая овощная, тушеная смесь, но не будем, так сказать, уходить в вот это вот «фи», нам вот это вот не надо, потому что блюдо – это замечательно, очень вкусно. Мы подробно рассказываем, как его приготовить. Супершеф-повара дают очень ценные советы, как сделать так, чтобы оно получилось идеальным, какие нужны особые прованские травы. Слава тебе, Господи, их можно купить в любом отвиском магазине. Даже если вы туда пойдете в маске, все равно продукты есть. Так что все хорошо. Я очень вам рекомендую отправиться в киоск, купить журнал «Люблю лайф», найти там этот рецепт и приготовить классное блюдо на обед или на ужин, порадовать свою семью. Также я бы очень-очень порекомендовала всем, у кого дети учатся в школе и думают о том, боже мой, что же делать, как мы закончим этот учебный год, что мы будем делать дальше. А, допустим, ребенку уже 12-13, 15-16, где же мы будем учиться? У нас целых два материала посвящены этой серьезной теме. Мы знаем, что в Латвии образовательные реформы происходят со скоростью света. Не успели мы привыкнуть к одной реформе, наступает следующее. Что это несет, нам не очень хорошо понятно. Также, я полагаю, как очень многим педагогам, которые тоже стали заложниками этих невероятных решений Министерства образования, поэтому есть вариант. Можно продолжать учебу за границей. Есть страны, которых, может быть, не так сильно лихорадит, как нашу родную Латвию. И поэтому они делают ставку на очень качественное образование. И детское – это школы и колледжи. И высшее образование – это институты, университеты. О том, как дети учатся в частных школах и колледжах за границей, какие сложности, какие иллюзии испытывают родители, что может быть с ребенком приятного и не очень, как выбирать страну. Это не только язык образования важен, но также и менталитет, и качество образования, и даже место, то есть локация школы в зависимости от региона, от города, очень сильно отличается качество образования. И в том числе от того, где находится эта страна. То есть это Северная Европа, это Южная Европа, это Великобритания со всеми особенностями Брексита, которые тоже непонятно, как будет действовать в следующем, в 2021 году, но варианты есть. Чтобы было проще во всем этом разобраться, мы пригласили суперэксперта, я считаю, нашего города, прекрасную даму по имени Оксана Пинчук, запомните ее имя, пожалуйста. Оксана Пинчук – это личная консультация в сфере образования за рубежом. Она занимается удивительным и очень полезным делом, встречая родителей, которые приходят к Оксане на консультацию с детьми, поговорив, может быть, один раз, может быть, несколько раз. Ну, потому что, конечно, и дети, и родители приходят с разными запросами. Кто-то может прийти и сказать, так, я абсолютно точно знаю, что меня интересует космическая инженерия, я хотела бы получать образование на английском языке, предоставьте мне, пожалуйста, список стран, в которых есть вузы, где я могу получить это образование. Таких детей, конечно, не так уж много. Как правило, родители хватаются за голову, ну, что же ты все-таки выбираешь, кем же ты хочешь быть, где же ты хочешь продолжать свое образование, что нам делать, готовить ли нам финансы, думать ли нам о кредите, или ты планируешь поступать на бюджет, какая страна, какой язык обучения, что будет это стоить маме, папе, семье. Дети в растерянности, от растерянности дети могут огрызаться, или как-то говорить, да ладно, родители, у меня еще целый год впереди, целых три года впереди, я не готов об этом подумать. Но об этом лучше подумать заранее. И именно личный консультант в сфере образования поможет вам, по крайней мере, с выбором направления, по крайней мере, с выбором страны. Возможно, будет решена вот такая вот психологическая напряженность в семье, когда посторонний взрослый человек, не имеющий такого особенного как бы интереса для того, чтобы конкретного ребенка отправить в какую-то конкретную страну или конкретное учебное заведение, предложит разные варианты, и всем станет спокойнее. И родителям, которые поймут, что, да, оказывается, он с другими значимыми взрослыми разговаривает совершенно другим тоном, более спокойно, и их тревожностью ляжется, ребенку будет спокойнее поговорить тоже с другим человеком, который не будет на него так давить, и вопрос может решиться к всеобщему такому благостному и более спокойному отношению к выбору, потому что, что уж греха таить, выбор это, конечно, серьезный, но с другой стороны, нет никакого такого рокового выбора, особенно что касается школы или вуза, который нельзя было перевыбрать. Очень часто родители находятся под тяжестью вот этой иллюзии выбора, который делается один раз и на всю жизнь. Дорогие родители, нет, не надо так сходить с ума, все можно перевыбрать, и школу можно перевыбрать, и вуз можно перевыбрать, и вы наверняка знаете и сами кучу примеров, и поговорив с консультантом, вы знаете о том, что, да, выбор серьезный, но не надо ребенка так уж сильно нагружать тем, что это один раз и на всю жизнь. Так, идем дальше. У нас очень много красивых картинок, красивых страниц, посвященные стилю моде. Я понимаю, что сегодня погода не так, чтобы вот шепчет нам о том, что жизнь прекрасна, и золотая осень потихонечку становится менее-менее золотой, листики опадают, но мы все еще можем успеть отправиться в Сигуду, помним об этом, на выходных вроде бы даже дождей по прогнозу не будет, или на шопинг. А на шопинг мы отправляемся, потому что, как вы прекрасно понимаете, не догоним, так согреемся, если мы не купим новых вещей, то, по крайней мере, мы попримеряем. Модные, новые, классные, интересные, необычные новинки, которые есть в магазине. А может быть, кому-то просто надо пополнить гардероб, ну, теплица, например, и купить не просто первый пуховик, который попадется на глаза черного цвета, а сделать какой-то более интересный выбор. Тем более, что стилист и друг нашего журнала, человек с именем Элга Хамитская подготовила нам прекрасные эти модные страницы и показала комплекты, которые можно составить, комбинируя модные вещи и то, что у вас уже и так есть в шкафу. Совершенно классные цвета, новые, которые пришли в этом сезоне. Ну, несмотря ни на какие прогнозы, все-таки жизнь продолжается. И давайте позволим себе хотя какие-то маленькие радости, ну, или не маленькие, я уже не знаю, новая блузка с бантом, например, которая смотрится очень женственно, романтично и подходит и девушке в 15 лет, и девушке в 75 лет. Я думаю, что, ну, наверняка может порадовать, украсить ваш гардероб, если до сих пор нет блузки с бантом. Давайте ее приобретем в этом сезоне и будем верить в то, что мы сможем сходить, например, в театр, ну, или, по крайней мере, в гости, в обновке, и таким образом поднять себе настроение. Или, например, флакончик духов, который тоже всегда поднимает настроение осенью, ну, просто потому, что меньше красок за окном, ну, давайте себя радовать с какой-то другой стороны, чем-то более позитивным. Допустим, теми же красками, например, на лице, потому что новинок косметики также достаточно в журнале. Люблю лайв в каждом выпуске делает обзоры новинок. Косметические бренды продолжают радовать нас и правильно делают, потому что давным-давно известно такой нюанс, можем сказать, о котором точно известно всем маркетологам. Когда в обществе наступает депрессивный период, ну, лёгкой, средней тяжести, какой-либо, неважно, по сути дела, то, как ни странно, увеличиваются продажи в магазинах косметики. Связано это с абсолютно таким вот понятным явлением, если призадуматься, когда трудно, когда тяжело, когда грустно, когда тревожно и непонятно, что же будет дальше. Люди, как правило, замирают, не совершают каких-то очень крупных покупок, думая о том, что лучше приберечь, оставить средства, ну, бог с ним, с цветом этих, на чёрный день, на день какого-то другого цвета, ну, по крайней мере, приберечь. Ну, и очень долго держать себя в режиме экономии тоже не очень-то, может быть, легко, может быть, приятно, по крайней мере хочется купить хотя бы что-нибудь такое для радости, не только для пользы, не только думать о том, что надо, надо, надо экономить, но и позволить себе какую-то маленькую радость. Ну, пойти, например, купить новую помаду, какого-нибудь такого яркого, сочного, классного, сливового цвета, или ярко-красного, или купить, ну, какой-нибудь очень приятный и вкусно-вкусно именно для вас, пахнущий, допустим, мандарином, крем для рук. Или, допустим, какую-нибудь масочку, или патчи под глаза. Вроде бы такая мелочь, ну, смотришь на себя в зеркало, под глазами прикольные такие веселые, гидрогелевые, зеленые патчи. На волосы наносишь какой-нибудь классный мандарином пахнущий шампунь. Ну, и вроде как жизнь, по крайней мере, на ближайшие пару часов улучшается, а еще можно взять журнальчик «Люблю лайф», на диван с ним отправиться и вспомнить о том, что в мире есть не только здравоохранение, не только проблемы экономики, не только политика, ну, и, например, искусство. И прочитать совершенно прекрасный, чудесный, очень такой женский, такой очень трогательный, милый обзор художниц, имена которых вам, может быть, известно, может быть, нет. Нет, их имена не на слуху. Кто-то из них жил в XVI веке, кто-то в XVIII, но они писали в те времена, когда живопись была для женщины и, в общем-то, не очень доступным занятием. Этот мир принадлежал мужчинам. Мужчинам они писали потрясающие картины. У нас очень много репродукций в этом материале, и они, правда-таки, очень нежные, очень трогательные. Это художницы Плаутилла Нелли, например, звезда эпохи Возрождения. Что мы помним о Возрождении? Ну, понятно, Боттичелли, Микеланджело. Это да. Но помимо них, безусловно, величайших гениев на все времена, рядом работали дамы, имена которых никто не знает. Но посмотрите, вот репродукции их картин, они потрясающие. Или, допустим, удивительная голландская художница Катерина Ван Хэммессен. Она писала портреты. В те времена, как правило, картины на религиозной темы ценились выше. 16 век на дворе, 17. Но, тем не менее, девушки и женщины уже тогда задумывались о том, что хочется свою женскую красоту как-то запечатлеть. Фотография еще не была изобретена, а молодость так мимолетна. И вот эта художница, она оставила очень много женских портретов. Действительно такие очень милые, очень интересно их рассматривать. Или, допустим, Мэри Билл, английская модница, Великобритания, 17 век. Девочка осталась сиротой. Описана подробно ее судьба. Такая очень необычная тоже. Ей пришлось и пожить в деревенском доме, и заниматься хозяйством. И, естественно, достаточно часто это бывало по тем временам, ей приходилось разрываться между семьей и ее хобби, которое впоследствии оказалось бизнесом. И даже немножечко писать картины, продавая их под мужским именем, выдавая их за работы мужа. Ну, такие были тогда времена. Итак, завершаем потихонечку наш обзор. Расскажу еще о звездах, которые есть в нашем журнале. Это семейный альбом, посвященный семье, о которых знают, безусловно, все. Это семья Райкиных. В основном речь идет о Константине Райкине, небольшая часть интервью о его суперизвестном отце Аркадии Райкине, который наверняка помнит наши мамы, наше старшее поколение. Да, собственно говоря, и мы тоже. И его такой очень непростой рассказ о том, каково это расти и самому стать звездой в тени великого отца, как выйти из тени, что происходит с человеком в этот момент, как сложилась его личная судьба, жены, дети, как сложилась судьба детей, почему так или и не иначе. И судьба еще двух героинь, прекрасная Элина Маскална, которая украшает нашу обложку в этом номере, актриса, педагог, продюсер Молодежного театра «Инспайр» и совершенно прекрасная, очень красивая девушка, модель. Это Лаура Шинадзука, латышка с удивительной фамилией, потому что она вышла замуж за японского футболиста. Ее рассказ о себе скорее напоминает совершенно потрясающий триллер с элементами мелодрамы и фантастических фильмов. Все это под обложкой журнала «Люблю лайф» доступен во всех киосках, по всей Латвии, а также в подписке. Подумайте о том, что в 2021 году, ну, непонятно, что там у нас будет с режимами, чрезвычайными ситуациями, вирусами и так далее, а сделайте, например, своей маме такой подарок на Рождество или просто так от большого признания, от любви, из благодарности. И будет она каждую среду получать журнал и вспоминать вас добрым словом. С вами была я, меня зовут Инна Авина, я главный редактор журналов «Люблю и люблю лайф». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова